Несмотря на то, что вся жизнь Самарского детского эколого-биологического центра неразрывно связана с ритмом жизни его обитателей, растений и животных, цыплят здесь считают не только по осени. Подводя черту под весенним пробуждением и готовя юнатов к будущим летним испытаниям, на станции прошла областная игра-викторина «Флора и фауна» Самарской области. В этом экологическом турнире ежегодно принимают участие школьники столицы губернии и районов области. Сегодняшнее мероприятие отразило традиционный дух борьбы. В состязании в экоэрудиции сошлись учащиеся из школ Самары и Похвестнево. Каждой команде участницы для победы необходимо было пройти шесть экологических станций, на каждой из которых их ждали вопросы разной степени каверзности, и набрать максимально возможное число баллов за ответы. Тем, кто забыл, предстояло вспомнить, а тем, кто не знал, предстояло узнать много нового. Семена, усы или черенки, сокол или сапсан, люпин многолистный или жигулевская орхидея. Глубина подхода одних участников ни в чем не уступала скорости реакции других. Кочующие птицы в поисках пищи постоянно перелетают с места на место. Одной из ярких представителей кочующих птиц Самарской области является снегирь. Снегирь Самарской области появляется в основном в зимнее время, питается в основном ягодами. Например, рябиной, бузиной, калиной или кленовыми семенами, летучками. Эта птица лесная и живет она в основном в северных лесах. Так что, когда она от нас улетает, улетает она, соответственно, севернее. Заранее органические вещества на свету из-за глюкислого газа и воды, и при этом образуется кислород. Кислород значит у нас растения, деревья выделяют, оглащают. Лекарства с грядки, звериными тропами, цветочница. Методисты каждой станции со своей стороны экзаменовали детей на предмет многообразия животного и растительного мира в Самарской области. Разнообразие задач не дало скучать даже юнатам, уже успевшим поднатореть в систематике экологии и биологии флоры и фауны. Ребятам очень нравится эта викторина, потому что она проходит в такой живой, непринужденной атмосфере. В основном это такие интересные для ребят вопросы, это высадули в огороде, звериными тропами, берегини, когда они вспоминают про редкие исчезающие растения Самарской области, говорят об охраняемых территориях. И конкурс проходит в виде вопросов, загадок, ребята определяют гербарий. Наша станция называется звериными тропами, то есть мы выявляем знания наших учащихся по животному миру, насколько они хорошо знают животных нашей Самарской области, потому что у нас все-таки краеведческое направление, и у нас достаточно богат и животный мир нашей области, и растительный мир. В теплицах и кабинетах станции юнатов в этот день было одинаково жарко, ведь и там, и там велись горячие дискуссии о роли животных в сельском хозяйстве, об эндемичных видах растений в Самарской луке и о культивации овощных культур. Всего, конечно, не упомнишь, но настоящий юнат на той настоящий юнат, что не забывает о природе и тогда, когда покидает гостеприимную станцию. Животный мир – это не только крупные животные, это не только птицы, это не только звери, присмыкающиеся, амфибии, но, конечно же, дети должны знать из самых-самых насекомых, потому что порой беседуешь с детьми возраста детского сада, и они хорошо знают, потому что родители вместе с ними, или воспитатели, читают Виталия Бианки, например, вот, и они знают гораздо порой лучше животный мир. То есть они могут рассказать о стрекозе, о самом большом кузнечике, а с возрастом, получается, некоторые из них в этом забывают, или наоборот, для них Виталия Бианки уже становится открытием. Вот поэтому такое пожелание, что, может быть, даже вместе с младшим братиком или сестренкой они перечитывали книжки, которые, в общем-то, вырастили, книги, которые вот многих нас вот так вот открыли для нас животный мир, открыли для нас окно в природу и помогли нам вот заинтересоваться и действительно вот даже, может, кому-то и специальность свою обрести, биологию полюбить. На протяжении многих десятилетий юнацкое движение наполняло страну профессиональными биологами, зоологами, агрономами и цветоводами. Чудом сохранившиеся островки любви к природе и сегодня продолжают вносить свой весомый вклад в экологическое воспитание школьников. Научить ребенка главному просто. Достаточно единожды привезти его на станцию юнатов. В приюте для диких животных домика Айболита, что располагается в национальном парке Самарская Лука, случилось прибавление в постояльцах. Теперь в приюте компанию целому выводку хищных пернатых и лосенку луши будет составлять еще и черно-бурая лисица Лиза. Эта красавица наверняка знакома многим модницам своим аристократическим раскрасом и мягчайшей шерсткой. Она была выбрана из шести своих братьев и сестер, как самая ручная. В принципе, у нас она не утратила эти навыки. Она любознательна, она подходит к людям, корм берет только из рук. Ее подготовили несколько, недели две она сидела в изоляции, то есть ее брали на руки, кормили только с рук. Мы продолжаем делать то же самое. Единственное, пока не дается взять в руки, пока ее нереально. Животное самостоятельное. Это именно тот вариант, который заводит на зверофермах для того, чтобы потом наши красавицы щеголяли мехами. К счастью, лисице Лизы не предстоит стать добычей скорняка. А вот участь звезды и символ национального парка, судя по всему, ее не обойдет. Лисенка Самарской Луке принесли в дар сотрудники Самарского зоопарка. Подарок не простой, а со смыслом. Ведь совсем скоро в Самарской Луке будет открыт музей лисы. Самая ручная из всего выводка – сейчас Лиза продолжает привыкать к людям. Ее, в отличие от других постояльцев приюта, на волю отпускать уже не будут. Животное совершенно не приспособлено к самостоятельной жизни. То есть свою жизнь, оно начало в зоопарке, у нее нет охотничьих навыков, нет навыков спасения. То есть столкнувшись с более крупным хищником, а они у нас на территории Самарской Луке все-таки встречаются, она, по сути дела, сможет постоять за себя, только убежав. Других способов защититься у нее нет. Пока Лисенок озабочен лишь освоением нового личного пространства, знакомством с новыми людьми и предстоящей зимовкой. В будущем же, как говорят сотрудники заповедника, Елизавета вполне сможет обзавестись лисом, который составит ей пару. А там недалеко и до того, чтобы воплотить в реальности символ музея лисы. Черно-белый, а не привычный рыжий окрас лисы-лизы, только подчеркивает уникальность Самарской Луки и ту отдельную и крайне важную роль, что играют в жизни жителей губернии заповедные территории Жигулевского края. О дальнейшей судьбе пушистого символа, а также об открытии музея лисы мы обязательно расскажем в будущих программах.